Непрекращающаяся провокация Армении обсудим с гостем на прямой связи со студией депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. Расим Алим, здравствуйте. Добрый день. Военные провокации Армении привели к гибели еще одного азербайджанского военнослужащего. И, как мы знаем, на завтра намечены трехсторонние переговоры в Брюсселе. Будет ли от них прок или Армения? Армении вовсе не нужен мир с Азербайджаном. Ну, во-первых, я хочу сказать, что Брюссель Пашиняна, ну, даже если сказать грубо, приволокли мы. Дело в том, что Пашинян предполагал, что будет встреча, значит, ну, в том формате, которым он давно талдычит, значит, с участием Макрона в Кишиневе на, так называемом, саммите политического европейского сообщества 1 июня. Ну, а азербайджанская дипломатия со всей определенностью сказала, что восстановлен должен быть тот формат, который был. То есть с участием Шарм Мишеля, Азербайджана-Армении и никакого Макрона застал. И если такая встреча не состоится, то и в Кишиневе никакой встречи не будет. Поэтому Пашинян вынужден туда идти, на эту встречу. Ну, как обычно, Пашинян не был бы Пашиняном, если бы не занимался бы политическим фокусничеством. Поэтому, ну, в Брюсселе стороны должны были продолжить работу, которую в Вашингтоне, в Соединенных Штатах Америки на протяжении четырех дней проделывали министры иностранных дел. То есть двигать процесс вперед. Пашинян же затеял всю эту возню на границе с конкретным намерением, чтобы Брюсселе, ну, повестку переговорную сместить с документа, который лежит на столе и который должен установить прочный мир между Азербайджаном и Арменией, на тот вопрос, который ему кажется более важным, это ситуация на границе. Они опять собираются там вопить о том, что Азербайджан нарушил трехстороннее соглашение, установив пограничный пропускной пункт на Лачинской дороге. Они собираются там устроить вопли по поводу того, что на границе все время происходит столкновение. И это их старая идея, что войска должны быть отведены, что туда какие-то там международные наблюдатели должны быть приведены. Понятно, что это означало бы изменение той повестки, которая заранее была оговорена. В сущности вообще требования Пашиняна о том, что азербайджанские и армянские вооруженные силы должны быть отведены от границы со стороны государства, которые на протяжении более чем четверть века оккупировали 20% азербайджанской территории, и которые до сих пор противозаконно держат на территории азербайджанского Карабаха несколько тысяч своих вооруженных граждан. Она абсурдна. И Азербайджан, понятно, что вообще даже разговаривать с Арменией вот в этом контексте, тем более в Брюсселе, с участием Шарля Мишеля, не собирается. Поэтому я думаю, что усилия Пашиняна деструктивны, но общую повестку предстоящей брюссельской встречи вряд ли он сможет этим изменить. Расимар, по поводу завтрашней встречи в Брюсселе, Запад выразил свое мнение, посчитав, что она не приведет к мирному урегулированию конфликта. И при этом Запад и в целом мировое сообщество, хоть и выражает мнение о встрече в Брюсселе, но при этом не осуждают военные провокации Армении, приведущей к смерти и ранениям азербайджанских военнослужащих. Как понимать такое поведение отношения Запада и международного сообщества в целом? Ну, я думаю, что мало кто, в том числе и я, не ожидаю, что в Брюсселе Пашинян подпишет какое-то соглашение, которое положит конец конфликта между Азербайджаном и Арменией. Но это могла быть важная встреча с точки зрения того, чтобы продвинуть процесс вперед. Ну, и армянские провокации, они, конечно же, затрудняют и без того уменьшают ожидания, которые к началу вот этой встречи были не очень высокими. Ну, а то, что касается того, что не осуждает провокации армянские, ну, западные государства, ну, так это что, в первый раз, что ли? Армяне, значит, посмотрите реакцию мирового международного сообщества и западных стран на действия России по отношению к Украине. Ну, Армения эти же действия совершала на глазах всего мира на протяжении, еще раз повторяю, четверти века, и в наглую отказывалась вообще даже обсуждать вопрос о деоккупации азербайджанских территорий и выполнении резолюции Совета Безопасности. И что мы видели? Никаких не то, что санкций не было по отношению к Армении. Им еще и миллиардную помощь оказывали, и финансовую, и военная помощь шла. Так что, в общем, удивляться этому не следует. Это только означает одно, что нам нужно такое преимущество над Арменией обеспечивать, и военное, и финансовое, и экономическое, с тем, чтобы даже при той поддержке, которую армяне получают от США, от европейских стран, не позволяло бы им реализовывать, или даже не то, что уже сейчас реализовывают, реализации вообще вещь не идет, и мечтать о том, чтобы какие-то свои территориальные притязания в отношении азербайджана им удалось бы даже в малой мере осуществить. Расимов, ну вот как раз говоря о Западе, хотелось бы узнать, можно ли утверждать, что назначение в Армении нового военного атташе Франции вновь сколыхнуло в их обществе реваншистские настроения? То есть, хочется понять, чего таким образом добивается Франция, которая, получается, подливает масло в огонь? Знаете, я бы не стал преувеличивать значение появления вот этого военного атташе в французском дереве. И что это изменит? Ну, надувается очередной пузырь надежд о, скажем, легковерных армянах, Франция таким образом пытается оказывать давление на азербайджан, чтобы вырвать у нас согласие на посредничество французское в армяно-азербайджанском урегулировании, в то время как Франция выступает как прямой покровитель и патрон армян. Ну, коль, если хотят, что за столом переговоров должны быть союзники, ну, в таком случае, пускай будет готово и Франция, и Армяне увидят за столом переговоров рядом с Азербайджаном в Турцию. Вряд ли это у них прибавит энтузиазм. А то, что Франция пытается изображать из себя, что они тут какую-то военную помощь оказывают. Ну, я хочу просто привести пример. Ведь этот военный атташе на протяжении 30 лет присутствует в Белиси. Ну, во главе Грузии стоит французская гражданка Соломезуру Бешвили. Негласный как бы правитель Грузии, Ивана Швили тоже в кармане имеет французский паспорт. И очень многие в грузинском правительстве, ну, так или иначе связаны с Францией. Кто-то там вид на жительство имеет, кто-то там получал образование. И что, много ли Франция помогла в военном отношении Грузии? Грузия сегодня военную помощь получает, в первую очередь, от Соединенных Штатов Америки, а второе государство по объему этой помощи и значимости военной помощи для Грузии, это Турция, а не Франция. Ну, Франция поставила туда противотанковые, значит, установки Милан, там и кое-какое еще оборудование. И все. Поэтому ожидать, что французская атташе, французская военная миссия, они будут оказывать помощь Армении, что это изменит баланс сил, это утопия. Если кто-то себя подобными мечтами, значит, опьяняет в Армении, они еще раз, я думаю, что столкнутся с горким разочарованием при встрече в действительности. Благодарим вас, Расим, за ваши ответы. Я напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был депутат парламента Азербайджана Расим Масабеков. Продолжение следует...